Лето вслед за столбиком на термометре Лето вслед за столбиком на термометре Установлено 8 туалетов, покрашены раздевалки, грибки Проведено обследование дна Мы получили все лабораторные положительные заключения на состав почвы, питьевой воды, воды из реки Волга Проведена дезодорация дезинфекции Все разрешительные документы от Роспотребнадзора тоже получены Разрешение на купание на пляже выдается хозяину воды, водоотведения, кто получил Это зао парк Горького Насколько мне известно, на днях он его получит, потому что там проведены тоже и обследования дна И все готово к открытию пляжа Иная информация прозвучала из уст специалистов Роспотребнадзора Что касается пляжа в городе Саратове, который расположен на острове Городские пески То заявлением о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в управление не подавалось Но по тенденции предыдущих лет, как правило, санитарно-эпидемиологическое заключение на данный пляж выдается в течение июня месяца Просим жителей обратить внимание, что в местах запрещенных купания, где стоят предупредительные аншлаги о запрете купания, купаться запрещено и опасно для жизни и здоровья Увы, но сказать, что на городских песках все готово к купальному сезону, можно пока с натяжкой В день сдачи единственного в городе официального пляжа у представителей госинспекции маломерных судов, отвечающих за безопасность, возникла масса вопросов к службе спасения Вы готовились к этой приемке или нет? Или просто как бы в общих чертах? Готовились Вопрос такой, начнем с того, что у вас купаться можно или нельзя? Пока что нельзя А почему я ни на одной мачке не увидел черного шара? Что означает черный шар? Что купаться запрещено Молодцы, правильно, две мачки, они обе пустые, это первый вопрос Почему я ни разу по громкой спряде не услышал, что на территории пляжа купаться запрещено? Ни разу Вы готовились к этому? Я прекрасно понимаю, вы готовились, но это ваша работа, вы обязаны делать, потому что вы отвечаете за людей, у вас люди находятся в воде Главным камнем преткновения стало отсутствие понятного информационного стенда Который поможет горожанам не просто сориентироваться на острове, но и быстро решать проблемы с безопасностью, медицинской помощью и питьевой водой Вы подошли, вы посмотрели схему, да, вы понимаете, здесь купаться можно, здесь купаться нельзя То есть спокойно пошли, безопасно отдыхаете Там на информационном стенде, где вы можете руки помыть, где попить, где в туалет сходить Должна быть информация Порезали палец, к кому вы побежите, если вы не понимаете, где здесь находится медицинский пункт Вот я лежу на берегу, я понимаю, где спасательный пост, я вижу, что там люди находятся, наблюдают какая-то ситуация Может быть, он спасателя не увидел, я увидел Я подбежал, сообщил, спасатель пошел Работники пляжа пообещали устранить все недочеты за сутки Завтра их ждет новая встреча с инспекцией Не пугают горожан запретительные знаки и в солярии, которые находятся в затоне Полным ходом идет купание в месте, где, по мнению специалистов, сильное течение и крутой спуск в воду Тем не менее, место благоустроенное Со спортивной площадкой, кабинками для переодевания, автостоянкой Но пляж есть пляж А потому уже не первый год, рассказал нам по телефону депутат Гордумы Николай Островский На заседаниях разных уровней ведутся споры об организации безопасного купания в затоне Место очень удобное Это рядом с городом То есть, вот у меня, по части, местоположение Если его можно обустроить, то это сделать нужно По крайней мере, это не середина Волги Это город, но он должен быть безопасным Дело осложняется тем, что береговая часть солярия отдана в бессрочное пользование Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации А вода у берегов солярия принадлежит сразу трем арендаторам Современные технологии, по мнению специалистов, позволяют сделать здесь полноценный пляж Однако, в первую очередь, рассказал депутат Гордумы Евгений Чернов Необходимо решить вопрос с арендаторами водных пространств у затона и найти финансирование Все упирается в деньги, потому что здесь речь идет порядка 250 миллионов рублей Для того, чтобы провести мероприятия, которые будут позволять делать там хороший, нормальный, современный пляж Начиная от изыскательских и для дальнейших реализации Эти 250 миллионов рублей со слов специалистов И там, возможно, будет сделать пляж Ибо это первоочередность направления расходов Потому что, с одной стороны, да, мы понимаем, что нужен пляж Но, с другой стороны, мы понимаем, что также нужны деньги на исполнение решений судов На переселение из ветхоаварийного фонда На ремонт дорог, тротуаров, на асфальтирование школы дорог Поэтому технически это возможно сделать, специалисты подтверждают А финансирования на это пока нет Все понимают, что в Саратове острая нехватка оборудованных пляжей А потому в жару народ ныряет, где попало Только в городской черте более 30 точек несанкционированного купания Однако в конце прошлой недели начались берегоукрепительные работы В третьей очереди новой набережной Именно здесь, на участке от Шелковичной до Второй Садовой Рано или поздно должен появиться современный городской пляж Если все пойдет по плану И скупаться на новом пляже, горожане смогут не раньше лета 2021 года Реализация проекта обойдется в 696 459 тысяч рублей А что же волжские базы отдыха, спросите вы В этой области тоже есть новости По информации регионального комитета по туризму С этого года 70 базам на волжских берегах будет присвоена звездность По каким критериям будут хватать звезды с неба местные туристические мекки Пока неизвестно Многочисленные базы отдыха предлагают гостям Самый широкий спектр услуг и комфорта Отсюда и разброс цен У вас на конец августа есть что-то? Однокомнатные номера будут стоять 5500 в сутки Двухкомнатные 6800 и номер домики 7900 Пляж, бассейн, шезлонги Также вы можете забронировать беседку Единственное, что если вам потребуется, например, аренда мангала То аренда мангала стоит 1000 рублей на 4 часа Но питание не входит, да, в эти 7900? Нет А в среднем сколько питания стоит? Рублей 500 с человека На день или на один раз? На один раз На один раз И вот если подсчитать в целом на одного человека где-то неделя Сколько выходит в день? Это в районе 10 тысяч Итак, 10 тысяч в день за домик на двоих и нехитрое пропитание Умножаем на неделю В Европе можно отдохнуть дешевле На рынке есть предложения и для тех, кто ностальгирует по советскому быту Вернуться в прошлое можно всего за 400 рублей в сутки За эти деньги домик с удобствами на улице, вечерним костром и звездным небом Несмотря на то, что цены на волжский отдых зачастую кажутся неадекватными, спрос рождает предложение Так считает руководитель областного комитета по туризму Виктория Бородянская По ее словам, дорогие туры раскуплены до конца августа Главной проблемой в отрасли остается человеческий фактор Постепенно, не очень быстро, как нам хотелось, может быть, но уровень обслуживания на базах подтягивается И обслуживание, и человеческий фактор Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что на объекте нам нравится все Но кто-то нам, может быть, нагрубил, невежливо ответил Из-за этого у нас портится настроение и общее впечатление от отдыха И это одна из самых больших проблем человеческих факторов То есть работы персонала Инфраструктуру подтягивают, стараются сделать удобнее, разнообразнее, чище То есть за этим следят Но вот пока работать персонал у нас несколько не дотягивает У нас есть базы, даже на которых проживание в сутки стоит 600 рублей на человека Перечень услуг там минимален, это понятно Но 3,5 от 2 до 3,5 – вот эта вот средняя цена получается По оценкам экспертов, несомненными плюсами летнего Саратова является Отличная погода, живописные места и, конечно же, Волга Минусами – неадекватная ценовая политика Но эта беда характерна для всей туристической отрасли в стране